Ночь, дождь и сырость Ночь, дождь и сырость. Именно так встречает игрока мир Ризен. Женщина по имени Сара, спасшаяся с корабля вместе с героем, прозрачно намекает на то, что неплохо бы вооружиться хоть чем-нибудь, хотя бы палку выломать. Повод применить найденное неподалеку оружие предоставляется очень скоро. Выброшенные на берег тела привлекают стервятников со всей округи. А голодные птицы все равно, совсем еда мертвая или еще немного шевелится. Так что сначала нужно отбиться, а уж потом подумать, где бы укрыться от дождя и где это мы вообще оказались. Первая опасность, с которой придется встретиться выжившим, это дикие звери, населяющие остров. Шипастые крысы, волки, дикие кабаны – все они не любят, когда непрошенный гость вторгается на их территорию. В схватках со зверями герой получит свой первый опыт и научится использовать оружие. А игрок при этом поймет одну важную вещь – противники в Ризен могут и будут использовать разные тактики в бою. Там, где крысы просто бездумно бросаются вперед, волки нападают с разных сторон. И пока один из стаи отвлекает героя, остальные будут ждать, чтобы потом броситься вам на спину. Но остров населяют не только животные. И уж точно не они будут вашей главной проблемой в этой игре. Больше всего задач игроку будут ставить двуногие всеядные существа, а попросту – люди. Всего на острове есть три поселения, которые вам придется посетить по ходу игры. Болото на северо-западе острова привятили тех, кто еще недавно был королями на этом клочке земли. Дон Эстебан и его люди живут посреди трясины, каждый день думая о том, как они избавятся от пришельцев с материка и снова заживут по-старому. И надежда эта не пустая. За время вынужденной жизни в болотах Дон и его люди собрали целую гору золота, которая сейчас возвышается позади трона, на котором сидит Эстебан. С ее помощью он надеется вернуть себе былое влияние на острове. Небольшой портовый город – центр человеческой жизни на острове. Его делят между собой старые хозяева, которых сейчас принято называть не иначе, как воры и бандиты, и новые – инквизиция. Находиться вне его стен без особого разрешения запрещено законом. И всех фермеров, которые раньше беззаботно возделывали на острове поля, согнали в город и заперли в нем. Естественно, горожане приняли нежданных гостей неохотно. Еды и так было мало, а теперь, особенно после того, как из-за штормов рыбаки перестали выходить в море, ее и вовсе почти не осталось. И в городе все чаще слышны голоса тех, кто хочет вернуть старые дни, когда инквизиции на острове не было и в помине. Монастырь на склоне гигантского вулкана построили маги огня. И с незапамятных времен они жили здесь, тренировали новичков, обучали их высокому искусству магии. Но с приходом инквизитора и его людей многое в монастыре изменилось. Теперь главным тут стал сам инквизитор Мендоза, а бывшие хозяева маги отошли на второй план. Хоть все так же продолжают обучать желающих обращению с волшебными рунами. Недостаток желающих обучаться восполняют те, кого доставляют люди инквизитора. Каждого, кого поймают на нарушении закона, ведут сюда, где стараются пристроить к какому-нибудь делу. Так дошло уже до того, что монастырем островитяне начали пугать друг друга. Но почему небольшой островок вызвал к себе такое пристальное внимание инквизиции? Ведь не только потому, что штормы, бушующие в море и над побережьем материка, обходят его стороной. Нет. Дело в том, что буквально за одну ночь из-под земли в разных его местах поднялись древние развалины, из которых на остров хлынули волны разнообразных существ, которых люди никогда раньше не видели. А самодеятельные археологи начали находить в руинах предметы огромной магической силы, такой, о которой нынешние маги даже не мечтали. Естественно, кто-то должен в этом разобраться. И еще более естественно, этим кем-то придется стать игроку, спускаться в развалины, плутать в запутанных пещерах и отключать оставленные неизвестными хозяевами этих мест ловушки. А когда секретов больше не останется, кто знает, каким будет ваше решение тогда.